Здравствуйте, я приветствую жителей Одессы, Одесской области. Меня зовут Марина Аксенова и в эфире телепроект СтопКовид-19. Из немецкой земли Баден-Вюртенберг, город Майнгеймс, с нами на связи журналист Александр Милюков. Мы говорим о вирусе и карантине. Саша, какая ситуация сейчас складывается в Германии? Ситуация по Германии в целом следующая. Принят ряд ограничительных мер, скажем так. В первую очередь это то, что люди могут перемещаться по улице в составе не более двух человек, исключение составляет семья. Допустим, если это целая семья, полицейские это проверяют. Если идет, допустим, три человека, они могут подойти и спросить, почему три и так далее. За нарушение вот этих вот всех мер сначала человек может заплатить штрафом от 200 до 400 евро, а на второй раз это может быть до 25 тысяч евро. То есть, как обычно, в Германии все достаточно жестко. Но нельзя сказать, что на улицах нет людей, люди ходят, но мало. Люди выходят только исключительно по своим потребностям, магазины, аптеки, допустим, и так далее. То, что касается магазинов, значит, возле магазинов приклеены такие вот полоски через каждые полтора метра. То есть, люди должны держать дистанцию в полтора метра, ну и как бы люди придерживаются этой всей истории. Значит, в магазины пускают не более 50 человек, то есть в магазине может находиться не более 50 человек, да. И стоит охранник, допустим, вышел один человек, запускают одного, там вышло три, запустили троих. Ну, поддерживается этот баланс. Значит, то, что касается так называемой группы риска, это старики, да, они такие же, в общем-то, странные, как и у нас. Потому что практически на каждом магазине висит такое объявление, что если вы в этой группе риска, если вам больше 60, не выходите из дому, номера телефонов отрывные, можно оторвать номер телефона, какие-то волонтеры, допустим, вам принесут там все, что вам необходимо. Но, несмотря на это, в магазине там до 30% входит стареньких бабушек, дедушек. А как подготовились магазины к карантину? Закрытый, открытый? Ну, для того, чтобы люди даже не заходили в магазин за теми товарами, которых нет в наличии, перед каждым магазином стоит такой щит, где перечислено, что есть в магазине, ничего нет, да, то есть, чтобы ты даже туда не заходил. Скажи, пожалуйста, работают ли кафе, непродуктовые магазины? Может быть, уже ослаблись какие-то меры? То, что касается разных там кафе, многие кафе закрыты, естественно, магазины, все там, Хаум Дэм, там, Целунда, там, ну, это H&M или CMD, да, как они называются. Вот, все закрыты, а исключение составляют только магазины, которые продают бытовую химию, типа Дэм или Росман, да, это как наши Ева, там, простор, аналоги. Вот, ну, продуктовые магазины, продовольственные и аптеки, все остальное закрыто, да. Кафе большей частью закрыты, те, которые не закрыты, типа Макдамалд, они работают только на вынос. Ты можешь нам рассказать, как работает городской транспорт сейчас в городе? То, что касается трамваев, трамваи работают по распорядку выходного дня, то есть это один раз в 20 минут, обычно они стоят каждые 10 минут, там, один маршрут, а сейчас один раз в 20 минут, но их увеличили, да, то есть, как бы это не один вагон, а сразу там 4 или 5 вагонов, да, то есть вот растянули, да, чтобы была плотность людей в трамвае, скажем, меньше. Саша, еще вопрос. Как взаимодействует Германия с другими странами Европы вот в этот карантинный период? Очень интересно повела себя Германия в плане помощи соседним странам, да, то есть немецкие больницы, точнее, руководство немецких земель, там, Баден-Люртенберг, там, какой-то части Швейцарии, те, которые граничат с Францией, предложили французам свою помощь, то есть, а именно разместить их больных в своих реанимационных отделениях немецких. Еще вопрос. Действуют ли специальные государственные программы вот в такой период? Что-то подробнее? На данный момент правительство Германии приняло небывалые меры, чтобы предотвратить экономический коллапс, который назревает, естественно, да, то есть принят в Бундесанге, принят кризисный пакет размером 156 миллиардов евро на сегодняшний день. Это помощь малому-среднему бизнесу, который, естественно, очень сильно пострадает, потому что, как известно, даже большие компании, там, Мерседес, БМВ, у нас тут рядом находится огромный концерт BISF, известный как БАС, да, все мы помним, кассеты БАС и так далее. Вот, они все закрыты, и в данный момент все не работают. Значит, вот выдержки из тех законов, которые уже приняты. Принят законопроект, поддерживающий врачей, больницы и санкции ухода за больными людьми. Дальше. Запланирован пакет для индивидуальных предпринимателей. Фирмы, в которых работают до пяти сотрудников, получат единовременную выплату до 9 тысяч евро. И фирма, в которых заняты до 10 сотрудников, будет выплата до 15 тысяч евро. И это не кредит, это без единовременная выплата, не подлежащая возврату. То есть, таким образом, они пытаются, ну, как бы, стимулировать малый средний бизнес. Дальше. Принят закон об изменениях в гражданском уголовном праве, о правилах банкротства, ну, и так далее. То есть, достаточно много, каждый день какие-то обновления приходят. Ситуация, естественно, меняется каждый день. То есть, ну, грубо говоря, Германия принимает все меры для того, чтобы людям как-то смягчить те экономические последствия, которые их ожидают. Опять же, они заняты в таком бизнесе, как там кафе или там парикмахерские, там маникюрные салоны и так далее. И им будет компенсироваться недополученная прибыль за это время. То, чего, ну, в Украине вряд ли такое можно себе представить. Ну что ж, благодарим, Александр. Напомню, с нами беседовал о карантинных мерах в Германии. Александр Мирюков, журналист, телепродюсер из немецкого города Майнгейм. Немецкие меры очень сходные с украинскими, но компенсацию недополученной прибыли мы вряд ли повторим. Спасибо большое. Встретимся в эфире. Встретимся в эфире.